Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Марка. Это первые 12 стихов 12 главы. Послушаем это евангельское изначало на церковно-славянском языке. И посла к тяжателям во время раба, да оттяжатель примет от плода винограда. Они же емши и губиша, и отослаш отща. И паки посла к ним друга гроба, и того камень бивши, пробиши главу ему, и послаши бесчестно. И паки, и много посла и того убиша, и многие ины, овы убобиющи, овы же убивающи. Ище оба единого сына имя возлюбленного своего. Посла и того к ним последи глаголя, яко усрамятся сына моего. А ниже тяжателям решат к себе, яко сей есть наследник. Придите, убием его, и наше будет наследствие. И емши и губиша, и звергоши его вон из винограда. Чтоб сотворит Господь винограда, придет и погубит тяжателям, и даст виноград и нем. Ни писания ли сего члисте, камень его же не вреду сотворишь, а зиждущий. Сей бысь во главу угла, от Господа бысь сие, и ездивно воочию нашию. Искаху его ятию, бояшись народа, разумеша, бо, яко к ним притчу рече, и остальше его от Идоша. А в русском синодальном переводе этот текст звучит так. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградую, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Затауст пишет, «Рассуди же, как велико было Божие попечение о них и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес ограду и насадил виноградник и все прочее, а им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога». Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Оградой виноградника обычно служила живая изгородь из терновника, защищающая от зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник, и от воров. В каждом винограднике было точило или пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куски скалы или сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с ним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная сторожевая вышка, для охраны от воров, поросозревания винограда, а также как жилье для работавших виноградники. Архиепископ Оверки Таушев поясняет, «Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать ветхозаветную церковь. Обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев, и все вообще учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий иудеев от влияния язычества. Под виноградарями, разумеется, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синодриона. Господь верил им, всю полноту власти над еврейским народом, с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало в духе закона Божия». Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков, но их то били, то убивали. Именно так поступили с посланниками Божьими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы. И потому жестоко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил к ним своего сына, то виноградари сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». Ефимий Зигабен замечает, «Смотри, с какой обстоятельностью предсказывает будущее. Не убили его, как сына Божия, но убили, как наследника виноградника, то есть, как царя Израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрые учения, они чувствовали, что это тот царь Израильский, о котором возвещали пророки». Но побежденные и ослепленные завистью, они это забыли и вознамерились убить его, и таким образом завладеть его наследством, то есть, народом. А потому виноградник и был передан другим виноградарям, то есть, апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий – это мы. И как виноградный сад должен приносить обильные плоды, так и от нас. Господь ждет жизни, исполненной любви к нему, и стремления приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok